Ну что, Кать, ты действительно умеешь толковать сны? Ну что значит умею толковать сны? Просто знаешь массу сонников, в которые можно заглянуть? Да, на самом деле да, я кстати изучала этот вопрос, я выбрала для себя такой, ну самый интересный сонник, я уже про него рассказывала, это сонник Миллера. Да, потому что у него, ну... Ну он самый неординарный какой-то, я вот на самом деле тоже пытался расшифровать свои сны когда-то и заглядывал в различные сонники, сонник Миллера это просто... Такой немножко заглушательный... Так это же смешно, это интересно, весело. Так вот, друзья, поэтому прямо сейчас пишите, что вам снилось в последнее время и в конце своей рубрики мы с Александром обязательно, обязательно расшифруем ваш сон. Сегодня пятница. Пятница. Это не новость. Подожди, а с четверга на пятницу говорят вещи сны снятся. Ой, это отдельная тема, ты подожди, у меня другая для тебя новость. Так вот, наверняка многие сегодня проснулись с мыслью, ой все, завтра выходные, я завтра отосплюсь. Ага, так и что? И нас таких миллионы. Миллионы? Да, в мае прошлого года были опубликованы данные в ЦИОМ. Выспаться так, чтобы восстановились силы ночью регулярно получается только у половины россиян. А каждый пятый опрошенный признался, что полноценно высыпаться вообще никак не может. Да. Да, главной причиной, ну, конечно, называют это работа. Работа, ну, работа, да, или там домашняя работа в школе, еще что-то. Это что, до ночи в школе задержались? Нет, домашнюю работу-то делать. А-а-а. Домашнее задание, вот. Домашнее задание. Нет, так, я уже забыла, как это называется, понимаешь? Понятно. Ну вот, значит, приходят выходные, и многие думают, все, придавливаем подушку и спать, отсыпаться. Саша, вопрос к тебе. Давай. Ну и как думаешь, возможно это? Вот так вот неделю всю не высыпаться, не высыпаться и за выходные взять и восстановиться? Да нет, конечно. Мне кажется, не восстановить себя. Чем дольше спишь, тем больше хочется, во-первых. Обломовщина такая. Да, да, и встаешь разбитый, и у тебя упадок сил какой-то. Ну, подтверди мои слова. Да, конечно, обязательно, я их подтверждаю, наука говорит, нет, не получится. Смотри, если человек ежедневно в будни не досыпает 2 часа, а затем в выходные дает поспать себе лишних 2 часа, но в сумме 4, то все равно образуется 6-часовой долг, так называемый, да, который за субботу, воскресенье отдан не будет. А в течение следующей недели он продолжит, продолжит еще накапливаться. Накапливаться, да. Так вот, в 2009 году этот феномен исследовался в медицинской школе Гарварда. Значит, взяли группу рабочих и в течение двух недель, значит, давали им спать по 6 часов. Это же мало, говорит. Да, это маловато, ну, даже менее 6 часов, а затем им дали поспать сразу 10 часов. И? Вскоре после пробуждения, ну, как бы выспавшиеся люди были проверены на реакцию, способность решать разного рода проблемы, задачи, и результаты оказались заметно хуже, чем у другой группы, которая спала... Не досыпала. Значит, нормально спали. А. Ну, достаточно там. 8 часов? Да, 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 сколько нужно было. Но, значит, не отданный сну долг делает человека заторможенным, с такой немножечко мутной головой, ну, что, конечно, весьма неприятно, особенно если недосыпом страдает, например, водитель или пилот. Это очень плохо. Так что вот такие последствия. Вот ты правильно сказал, что в неделю не досыпать, а в выходные взять и отоспаться. Во-первых, ты будешь себя не так чувствовать. Мутно. Мутно, да. И правда, так же ведь кажется, что, ну, как обломов, он спит, проснулся, перевернулся на другой бок, а и дальше спит. И мне кажется, из этого состояния, правда, можно в какой-то момент, ну, не выйти. А в понедельник ты в каком состоянии? Вот просто представь. Вот если вот так вот все выходные ты решил отсыпаться, как бы восстановиться, да, за неделю, то в понедельник ты встанешь просто... Разбитым. Да, именно, именно разбитым. Поэтому для того, чтобы восстановиться, совершенно не обязательно все выходные вот так вот... Дрыхнуть. Да, и пытаться... Давай называть вещи своими именами. Дрыхнуть, хорошо. Нефиг спать по выходным. Делайте домашние дела. Нет, правда, просто один простой совет. Достаточно вернуться к нормальным рамкам сна, так, чтобы лечь вас столько, во сколько вы хотите, и уснуть в течение 15-20 минут, и проснуться без будильника. Все, и этот режим, он у каждого человека индивидуальный. Кому-то достаточно 7-8 часов, а кому-то, правда, нужно поспать там, ну, 9 даже часов. Но это индивидуально. Да, индивидуально. А если вот, смотри, Кать, если ты не можешь уснуть, что делать? О, это у меня есть уже, так сказать, рубрики, когда я об этом рассказывала, да. Поэтому, если тебе интересно, я тебе отдельно расскажу. Я тебе отдельно расскажу. Так, ну что, мы будем толковать сны? Обязательно будем. Давай, последний вот скажу. Советы, как восстановиться за выходные. Не пытайтесь набрать свою норму, точнее, перебрать, как бы, норму сна. Просто спите 7-8 часов, сколько вам нужно. Дальше, если в будние дни вы не высыпаетесь, лучше полчасика поспать днем. Главное, чтобы это было до 15.00. Иначе потом тоже разбитое состояние обеспечено. Да, да, да. Да нет, нет, нет. Я практикую сон после трех. Так, это мы тоже с тобой отдельно разберемся. Полчаса вот действительно хватает. Очень важно в выходные не выходить из режима. Наоборот, из дома нужно выходить, проводить больше времени на воздухе. К тому же, ну, все-таки сна идет, висит на дорогу. Кислородом подышал, и, ой, если получится, выезжайте на природу, потому что туда, за город куда-то, потому что там более насыщенный кислородом воздух, вы надышитесь им, приедете домой и так сладко заснете. Так, сегодня мне везет. Много кто написал сны, но у меня была возможность подготовиться к сегодняшней моей рубрике, потому что позавчера Галина Черепанова написала длинное сообщение, какой сон ей приснился, и мне он показался очень любопытным. И когда я начала его расшифровывать, я была просто поражена. Но я трактовала, мне кажется, очень интересно, Галина, специально для вас. Значит, сон. Сегодня такое снилось. Сначала искала свою любимую кружечку, из которой пью кофе по утрам. Потом вырывала пень из земли, чтобы выращивать грибы. Грибы были рядом и очень большие. А потом мне шили шорты или штаны спортивные, вернее, подшивали и подгоняли под меня. А потом наступило утро. Я пошла по этапу. Значит, по соннику искать чашку – это сон недобрый и предвещает пустые хлопоты и безденежные. Ой-ой-ой-ой. Дальше. Начинаем-то плохо. Знаете, зачастую подобные сновидения толкователи дают противоречиво, но потому что важно, чашка кофейная или кружная. Кофейная. Кофейная или чайная. Кружочная. Значит, какой материал, какой размер, какой цвет – это тоже очень важно. Поэтому такой общий план дают. Дальше идем. Если вам приснились пни, то вы отойдете от привычного образа жизни. Что это значит? Выкапывать или выкорчевывать пни – значит, что вы вырветесь из бедности, отбросив сентиментальность и гордость, и встретите реальность готовностью преодолеть любые препятствия. Дальше. Следующий сон – сажать грибы во сне. Он такой предостерегающий. Это к некачественным приобретениям, к сомнительной трате денежных средств. Смотри. Да. Это, да. Сажать грибы во сне. Именно это значит. Да-да-да. В скором будущем вам предстоит сделать выбор касательно незапланированных покупок. И для принятия верного решения, конечно же, рекомендуется тщательно думать перед тем, как что-то сделать. Вообще, с грибами, конечно, лучше не шутить. Это точно. Особенно с их сажанием и выращиванием. И последнее. К чему снятся брюки, которые специально для вас шьют? Подгоняют, да? Смотри, сейчас смешно будет. Ну, давай, я готовлю. Это значит, что наяву вы сделаете какое-то приобретение. То есть, смотри, сначала у нас идет безденежье, потом, что вы выберетесь из, в общем, приобретение будет какое-то. Дальше. Незапланированные покупки, то есть деньги появились и захотелось их тратить. И думаешь, тратить или не тратить. И итог, шитые брюки, вы их потратите. И все закольцовано, и опять нищета. Да, вы посмотрите, целая такая история получилась. Ну, честное слово, это вот все по Миллеру. Я просто искала, формулировала. Галина, вот такое ждет вас будущее от Екатерины Леоновой. Кстати, интересно, сбудется или нет. Пишите. Да.